Дорогие друзья, у нас один вопрос, у нас в Анапе есть прокуратура или нет? Смотрим видео, что происходит на наших пляжах. Анапский район, поселок Витязева, санаторий Вита, песчаные дюны, за ними уже море. И тут санаторий Вита организовали свалку. Это в то самое время, когда страна борется с рекультивацией этого мусора. А пацаны просто решили весь вопрос. Закопать в песок, похоронить все и пускай вот так будет. Ламинат, плентуса, коробки, ведра. А это все приготовили к сжиганию, судя по всему. Так как кострище горит уже давно, там вон стульчик стоит, ответственного по сжиганию. И все это под руководством пансионата Вита, прямо на берегу Черного моря. Вчера с вечера устроили засаду, чтобы поймать негодяев. Все-таки нам повезло поймать их. Куча мусора горит, рабочее место. А что, на берегу моря, в тепле. Все здорово. Все это было убирать, у нас техника стоит. А руководитель где ваш? Вы кто? Я предотвратил. Привет, нет, руководитель. Кто? Где мой пансионат? Где вы? Ну, это замок. Пускай он приходит, дали хрезы. Теперь уже все зафиксировано. Я понимаю. Сейчас въедет полиция, будет разбираться. А нет, там же дальше как-то... Ну, сейчас там все это вывозить. Сейчас уже не что-то. Сейчас пока нельзя. Сейчас все будет отсутствовать. Все действия. А потом уже будет все производиться. Поэтому все миша. Смех. Так, уже приехала техника. Быстренько вывозить все, пока еще не зафиксировано. Все та же техника, все те же рабочие. Мы сейчас и собираем. Мы хотим, что это собрать и убрать. Ну, а просто часом раньше он это все сюда привез. С какой цели? С какой цели вы меня снимаете? В смысле? Вы не имеете правду. Кто сказал? Назовите норму закона, на который вы сошлетесь, я немедленно выключу телефон. Вы не можете меня смотреть. Ну вот стоит участковый. Участковый, прикажите мне выключить телефон. А можно ваше промыльное имя отчество? Комиссар Николаев. Не подгоняй. Я только развернусь, встану здесь. Не грузи пока. Смотрите, вы подождите. Полчаса назад с этого же трактора, с этой телеги, эти же рабочие сыпали здесь мусор. Но когда поняли, что администрация лешка маханула, пришел приказ другой. Все вытаскивать обратно. Пацаны, вот с этой кучи, то с этой ямы тоже не забудьте вытащить все, ладно? Можете, вот кто давал приказ кидать сюда, вот его можете в эту лужу отправить, собирать обратно. Женщина, представитель администрации пансионата ВИТА. Так громко кричала, не снимать ее. И быстро ретировалась за забор санатория ВИТА. Оттуда уже приехала техника для уборки мусора. Наверное, теперь желания будет меньше. Кидать здесь, изжигать, засыпать все это барахло. Порка мусора идет быстрее, чем наваливали мусор. Приехал второй погрузчик. Сейчас, наверное, приедут два КамАЗа. Как мне нравится. Прям позитив с утра пораньше. Третий трактор идет. Катастрофа! Они сделают это за 20 минут. Обращаюсь ко всем вам, ребятки. Не проходите мимо этого видео. Отправляйте его во все известные вам органы. Президенту, прокуратуру и так далее. Как минимум, разрытие дюн. Мусор-то убрали. Но я хочу поблагодарить еще неравнодушных местных жителей, которые не прошли мимо, устроили засаду и поймали тех людей, которые ради своей выгоды. Представьте просто, что не экономили. Не вывозили мусор непосредственно на свалку. Такой огромный комплекс. Виталия, республика, известная на всю Россию. И так себя опозорили. Просто стыд вам и позор. И очень бы хотелось, чтобы Азово-Черноморская прокуратура, администрация, Кондратьев заинтересовались тем, что техника выезжала на пляжи в таких огромных количествах. Там полили мусор. И там же уничтожали наши дюны. Дюнный поезд, который Кондратьев сказал, что надо защищать. В общем, всем спасибо. Распространяйте обязательно.